А теперь я хочу вас познакомить с самым молодым игроком у меня в игре, который тоже стал богатым. Ирина, представься, расскажи, что ты любишь, чем ты занимаешься в жизни. Я занимаюсь, я еще учусь в школе, я занималась художественной гимнастикой, карате и все. Хорошо, итак, мы тебе даем твой пассивный проход, поздравляем. Мне игра очень понравилась, потому что я здесь первый раз. Это моя первая игра, и я уже вышла на круг богатых. Мне это больше всего понравилось. Мне понравилось то, что я помогла осуществить мечту Андрея. Спасибо огромное. Ну, богатой быть, это не так уж сложно, как мне казалось. Мне понравилось покупать все это, например, в пауэрбанке, квартиру очень понравилось. Мне понравилось продавать их. Все. Супер, хорошо, спасибо, Ира. Так, а что мама скажет? А я скажу, что у меня еще вот очень главный такой, наверное, жизненный ответ к деньгам, да, к большим деньгам. Что деньги это все-таки большая возможность, это как инструмент. Потому что раньше это большие деньги, это же так большая, это большая ответственность. Но на самом деле я сейчас начинаю постепенно привыкать к тому, что на самом деле это просто инструмент для того, чтобы чем-то новому научиться, какие-то новые знакомства, связи иметь и стать больше потенциала и возможностей. То есть я сейчас обратила внимание на это, как на инструмент. И плюс еще я так ощутила конкретно, что вдвоем богаче, ну, богатнее быть, намного комфортнее. То есть когда я вот ребенку дала, и она на второй круг вышла с доходом больше, чем у меня, это прям такие классные ощущения, что, о, теперь мы вдвоем сейчас рулим, мы можем там еще больше всего. Но и здесь же понимаешь, что это ее деньги. То есть у меня тут такая грань, были такие мысли, что я сейчас, может быть, у нее там возьму денег, да, или еще что-то, но я понимаю, что она должна учиться ими управлять тоже самостоятельно. Не то, что хотелось бы к маме сказать, ой, я вот это вот все, я вот это вот то. А потом понимаешь, что нужно это все просто отпустить и дать ей возможность тоже реализоваться. В общем, я очень довольна, что я ребенка своего взяла, потому что я тоже научилась. Кстати, по поводу инструмента, это вот когда я дала возможность выйти на большой круг, да, то есть если бы у меня его не было, то навряд ли бы у нее такой доход был. То есть это как инструмент очень классное средство. Вот, очень здорово. Были такие моменты, когда я понимала, что, а-а-а, вот так я точно не сделаю. Ты понимаешь, это первая игра была. И да, сейчас я больше понимаю, что нужно искать возможности. Но у нее, чему я научилась у нее? Сейчас я скажу. Мне очень понравилось, что она дала возможность, вот эта детская непосредственность, осуществить мечту. Это очень круто. Вот здесь у меня какое-то такое сопротивление. Думаю, блин, подожди, если на моих денег не хватит. Но это же, опять же, как если у вас вернуться, что деньги это инструмент, то есть тут у меня больше возможностей заработать на свою мечту. То есть тут на самом деле тоже какой-то блок, который можно вот такой чик-чик поработать с ним и просто избавиться от него. Отлично, спасибо большое. Так, всем привет. У нас сегодня идет тренинг «Деньжи плодов в Украине». У нас есть первый человек, который вышел на большой круг, стал богатым. Представься. Привет, я Лера. Так, что, я сейчас самый богатый человек в этом кругу. Скажи свой доход. Цель у меня большая была. Доход у меня сейчас ежемесячный. 342 тысячи. Та-дам! Поздравляем! Поздравляем! Здорово, прям чипец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...